Вайкап, с вами Вова Кэс. Напоминаю, что мы идем к 2 миллионам подписчиков, поэтому обязательно прямо сейчас подписывайся, жми колокольчик. Всегда ставьте лайки и дизлайки, и приятного просмотра. Зачем Ивангай сел на шпагат? Сколько Моргенштерн заработал с альбома «Легендарная пыль»? Как Оля Бузова замешана в нападении на банк в Москве? А также новый парень Морисен. Стало известно, что в апреле просмотры на Twitch выросли на 99% по сравнению с прошлым годом. А просмотры YouTube Gaming выросли на 65%. Связано это прежде всего с пандемией коронавируса и самоизоляцией. Чтобы занять себя на длительное время, зрители охотно смотрят стрим или прохождение игр. Видимо, сейчас самое время развиваться как геймер или стример. А для этого прежде всего нужен хороший микрофон. К примеру, Братишкин, который недавно набрал миллион фолловеров на Twitch, использует Shure SM7B. А вот Дима Купленов получает прекрасный звук с помощью Electro Voice RE20. Конечно, это не самые доступные аппараты, но на e-каталог можно подобрать и более бюджетный микрофон. Просто задаешь в фильтрах нужные параметры и характеристики и получаешь нужный результат. К примеру, Trust Mico очень популярный среди начинающих стримеров. Можно, кстати, сравнить разные варианты и выбрать для себя самые оптимальные. Также можно почитать отзывы и с их помощью сделать правильный выбор. Ссылку на e-каталог ты найдешь в описании под видео. На канале Marmok стухнуло 13 миллионов подписчиков. Ему, кстати, уже наступает на пятки канал Познаватель. Разрыв с медведем Валерой всего лишь в 200 тысяч подписчиков. Юлик и Даша Каплан завели себе нового питомца. Это четырехмесячный котенок ориентальной породы. Катя Адушкина в очередной раз порадовала нас своим живым пением. Она уже месяц занимается вокалом и решила нам продемонстрировать свои результаты. Пишите, что-нибудь вообще изменилось? Стало лучше? Да, я знаю, что это не идеально. Плохие комментарии всегда были, есть и будут. Я уже смирилась и всегда я готова морально. Но я не ожидала действительно такого огромного количества отдачи от вас. Ева Миллер прокомментировала интервью своего парня Германа Черных. Девушки не давали покоя фанаты. Некоторые были уверены, что после сказанного блогером на интервью Ева вообще порвет с ним. Но оказалось, что у ребят все прекрасно. Миллер с пониманием отнеслась к словам Гэри про свою бывшую девушку Марисен. Если ты вообще не вкустишь, что происходит, то кликай на подсказку и смотри мой предыдущий выпуск. Марисен, кстати, получила букет от Влада Беренича. Это просто одни из самых лучших цветов в мире, которые мне когда-либо дарили. Блогеры всячески импрягуют фанатов на тему своих отношений. Не отвечают однозначно вместе они или нет. А Влад раздумывает, встречаться ли ему с Марисен. Как вам эта пара? Вчера в Москве было совершено нападение на отделение банка. Мужчина взял посетителей в заложники и требовал встречу с Олей Бузовой. В центре Москвы сегодня был захвачен банк, а захватчик тем временем требовал встречи с телеведущей Ольгой Бузовой. Ведущая уже собралась ехать к преступнику, но его удалось задержать во время штурма. Я бы приехала в любой момент на встречу и разговор с террористом, если бы от меня это нужно было, и ко мне бы обратились правоохранительные органы, если бы я могла помочь. Слава богу, что этот ужас закончился, и я выяснила сейчас, что ни один человек не пострадал. Морген Штерн продолжает баловать себя покупками. На этот раз он продемонстрировал свои новые часы Rolex. Они, конечно же, синего цвета. По его словам, их стоимость 2 миллиона. Эй, посмотри, два мульта на мне часы, три на шее, семь под жопой, мне чуть больше двадцати. Также Алишер выпустил новое видео, в котором сообщил, что альбом «Легендарная пыль» принес ему всего лишь 12 миллионов рублей. На нахуй! Двенадцать с половиной миллионов рублей, сучка! За два с половиной месяца. В целом, на всех площадках его прослушали около 500 миллионов раз. Лена Шейдина запустила новый челлендж. Суть в том, чтобы сесть на шпагат. Лена в прямом смысле села на шпагат. А вот Эльда Джираха, в котором она передала челлендж, сел на него в переносном смысле. Как сесть на шпагат? Выполнить задание Эльдар передал Ивангаю, который тоже своеобразно это сделал. Опа! Принял челлендж от Эльдара Джарахова. Сел на шпагат. Следующий в списке Егор Крид, но от него пока тишина. А я напоминаю, что все подписываемся, чтобы быть подписанными. Ставьте лайки и дизлайки, общайтесь в комментариях. Здесь предыдущий выпуск, там еще колокольчик ниже. И всем пока!